МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробки на дорогах в день без автомобиля, город мечты как предмет спора молодежи, возвращение танков с учений и приезд знаменитого оркестра. Здравствуйте! Вы смотрите события недели на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дёрть. В Беларуси продолжает реализовываться республиканский проект открытых дебатов «Выбирай.бай». Они стартовали по инициативе БРСМ еще в июле и продолжают объединять умных и талантливых молодых людей. У Гродно запланировано провести около 35 таких дебатов. Очередной форум состоялся вчера в Гродненском университете имени Янки Купалы. Для обсуждения была выбрана весьма актуальная тема «Я сделаю свой город мечты». Участники высказывали идеи улучшения социальной жизни областного центра. В проекте принял участие и мэр нашего города Мячеслав Гой. Сегодня Гродненский государственный университет имени Янки Купалы стал площадкой проведения открытых дебатов «Выбирай.бай». Две команды, в состав которых вошли школьники, студенты и работающая молодежь, приняли участие в дискуссии на тему «Я сделаю свой город городом мечты». Предмет разговора был выбран не случайно. Общественное объединение, Белорусский республиканский союз молодежи, исполнительной властью нашего города. Очень важно знать, чем живет молодежь, какие у него проблемы, какие есть предложения и по участию в общественной жизни города, какие предложения, что нового привнести в наш любимый город. И вот эти все предложения мы хотим услышать сегодня от различных категорий молодежи, которые принимают участие в составе наших сформированных команд. Предложений и замечаний от молодых людей действительно было много. В частности, речь шла о строительстве в областном центре парковок и студенческого городка, медицинском страховании и нехватке в Гродно-биотуалетов. Студент Виталий предложил убрать алкоголь и табачную продукцию с прилавков магазинов шаговой доступности. В роли экспертов выступили представители Белорусского республиканского союза молодежи, ректор Купаловского вуза, депутаты палаты представителей национального собрания и мэр Гродно. По словам Мячеслава Гоя, очень важно прислушиваться к предложениям юношей и девушек, так как молодежь – это наше будущее. Мы должны в своей работе, в первую очередь при подборе кадров, видеть резерв кадров именно из этой молодой среды. И те идеи и мысли, может быть, иногда покажутся какие-то утопические, но здесь доля, капля есть, которую можно взять на вооружение для нашей работы. Поэтому сегодняшняя встреча, она будет пользой не только для наших студентов, но очень большая польза и для нас в том числе. Напомню, молодежный проект «Открытые дебаты. Выбирай бай» стартовал 1 июля. Его цель – объединение усилий юношей и девушек на социально значимую деятельность во благо общества. Основная тематика дискуссионных вопросов на открытых дебатах заключается в самом названии проекта «Выбор лучшего для Беларуси». Вероника Цыганок, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Дебаты – это еще один повод пообщаться с молодыми людьми накануне важных общественно-политических событий в стране. Такие форумы позволяют лучше понять, о чем думает молодежь, как она оценивает жизнь в нашей стране, к чему стремится и как рассуждает. На этой неделе в администрации Октябрьского района также были устроены открытые дебаты. Тема обсуждения звучала как «Беларусь в глобальном мире – хорошо там, где нас нет». В этом зале идут дебаты на тему «Беларусь в глобальном мире – хорошо там, где нас нет». В составе команд – секретари первичных организаций БРСМ, предприятий и учреждений Октябрьского района города. Что лучше – родные края или заграница? Вопрос спорный, но все же. За словесным поединком молодежи пристально следило жюри, в состав которого вошли представители администрации, а также другие почетные гости. Вообще такого рода мероприятие, оно проводится для того, чтобы сегодня молодежь заявила о своей жизненной позиции. Для того, чтобы молодежь могла сегодня свое мировоззрение какое-то показать, доказать свою точку зрения, свою позицию отстоять. Сегодня у нас будут в дебатах участвовать две команды. Это, как я сказала, представители именно рабочей молодежи. Это молодежь предприятий, организации учреждений Октябрьского района города Гродно. Для того, чтобы победить в дебатах, одного даже четко сформулированного текста недостаточно. Каверзные вопросы ловушки противоположной стороны могут свести на нет все доводы. Необходимо грамотно отбить аргументы противника или хотя бы посеять разумные сомнения. Честность – стержень дебатов. Задача каждого из участников – быть правдивым в своих высказываниях, оставаться вежливым, но напористым в период перекрестных вопросов. Команда «Сиабры» убеждена – Беларусь – край не только Голубых озер. Здесь хорошо жить и лучшей страны не найти. Можно очень много называть цифр, очень много говорить о физико-гографическом положении и о нашем образовании, уровне образования, о уровне медицины, о том, что у нас есть бесплатная медицина, о красотах нашей природы, о всех наших чистых озерах, реках, бескрайних лесах, нетронутых человеком и непревращенных в какие-то облагороженные парки. Но самое главное, что это все-таки наша родина, мы здесь родились. Оппоненты команда «Вояж-люкс» категорически не согласны с этим мнением. Достаточно многое можно сказать о том, что не только пляжи, солнце привлекает, очень высокая социальная защита именно граждан своих. Ну, в принципе, можно говорить о стоимости жизни как в США, так и в Германии и сравнить ее с ценой жизни в Беларуси. Можно говорить о том, какая система защиты пенсионеров, то есть насколько эффективная пенсионная система существует в той же Европе и еще в западных странах. Главный критерий любого судьи дебатов прост – убедительность. И хотя это всего игра, молодежь показала свое красноречие и, кажется, результатами словесного поединка осталась довольна. Алла Бнучко, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. Историки и краеведы отметили 240-летие Гродненской королевской типографии. В Гродно уже в десятый раз прошли ежегодные карские чтения на базе областной научной библиотеки. Представители ученой общественности города обсудили развитие Гродненского книгоиздания в прошлом и оценили, как обстоят дела в книжном деле сегодня. Карским чтением переурочили и уникальную выставку, где были представлены 19 старинных изданий, выпущенных Гродненской королевской типографией в XVIII и XIX веках. Гродненские календары 1778 и 1785 годов, надрукованные у королевской друкарни Антония Тезенгауза, заховалися у один им экземпляры. Зараз, как и 17 остальных выданий, они представлены на выставе, взробленной до десятых Гродненских навыковых читаний. В этом году они просвечены 240 годню Гродненской королевской друкарни, якая денежала в другой полове XVIII и XIX годов. Там выдавалась не только официальная литература, трибунала ВКЛ, промовы послов, но и навыковая. Кроме этого, друковались и мостатские отворы, газеты и подребязные календары. Выдавались мостатские отворы Вольтера, Мольера, так само друковались и польские авторы, наши земляки. Это Карпинский, Карпицкий и многие другие. Кроме этого, в друкарни выдавалась первая газета Беларуси, это газета Гродзенская. У этой друкарни выдавался так само и курьер Литовский. Так что вельми шмат информации имели городенцы, дякуючи минавито деяности городенской королевской друкарни. Сирот есть уникальные, которые на сегодняшний день ведомы только одном экземпляре. Например, Гродненский календар на 1785 год. Альбо вершная итальянская мова на годы шлюбу Франтишка Стапеги Пелагея Потоцкой. Так само один экземпляр, сбор ритма польских, которые вышли у нас в Гродне. На читание были запрошены навыковцы с Гродзенского государственного университета им. Янки Купалы, представники Гродзенского государственного историко-археологического музея, Гродзенской друкарни и одного из беларусских выдавеццев. За круглым столом у дельники разглядели пытания, которые относятся деятельности друкарни Антония Тизенгауза, а так само обмерковали книговыдавецкую деятельность как 18-20-х ста годзил, так и 21-го. Как ни странно, до сих пор мы не можем, грубо говоря, переплюнуть Гутенберга и Скорину, потому что они действительно занимались искусством. Потому что книга и издание – это, прежде всего, искусство. И очень приятно, скажем так, наследникам и творить в Гродно, в том же Королевском городе, где когда-то основал свою типографию Тизенгауза. С встречи прошла плённо. Завершились науковые читания, дискуссиями и подведением выникал. Вероника Цыганок, Сергей Печарица, Новинный Гродно+. Первый филиал парка высоких технологий в нашем городе планируют сдать в апреле следующего года. Он расположится на территории бывшего погранотряда по улице Горького. Строительные работы там сейчас в разгаре. В исторических зданиях разместятся административно-производственный аппарат, кворкинг-центр, бизнес-инкубатор, конференц-зал и деловое кафе. Проектом предусмотрена не только реконструкция помещений, но и благоустройство обширной территории. Здания бывшего Гродненского погранотряда, расположенного в исторической части города, несколько лет ждали своего хозяина и вот дождались. В апреле 2016 года здесь начнёт свою работу первый филиал парка высоких технологий. Строительные работы в самом разгаре. Ведётся демонтаж зданий, а их четыре. Проводится перекрытие кровли. Сметная стоимость проектных и изыскательных работ данного объекта составила порядка 600 миллиардов белорусских рублей. Чтобы проследить за ходом выполнения строительных работ, в Гродно приехал инвестор из Минска, директор администрации парка высоких технологий Валерий Цепкало. Основное, в принципе, парк высоких технологий, мы делаем ставку на молодёжь. У нас 70% парка высоких технологий – это молодые люди в возрасте до 27 лет. Поэтому, конечно, в молодом возрасте человек способен ещё и переобучаться, и учиться, и познавать что-то новое. У него ещё есть любопытство, у него ещё есть жизненный драйв. Поэтому, конечно, мы работаем там и с 30-летними, и с 35-летними, то есть пытаемся их переобучать. Но основную ставку, конечно, мы делаем это прежде всего на работу со студенческой молодёжью. В бывших зданиях погранотряда откроется бизнес-кафе с зоной свободного Wi-Fi для всех посетителей. Здесь разместятся офисы, IT-компании, конференц-зал для проведения различных обучающих семинаров в области программного обеспечения и производства инновационного продукта. Например, это здание превратят в бизнес-инкубатор. По бизнес-инкубатору первого здания, позиции 1, предусмотрены и буфет на 15 человек, комнаты для переговоров, какие-то помещения для обслуживающего персонала, технические помещения предусматривают в позиции 1 наличие работников около 65 человек. На территории парка высоких технологий молодые люди, начинающие бизнес, связанные с разработкой программного обеспечения, смогут обрести своё место. Но для этого нужно о себе заявить. Основной момент, который мы намерены отслеживать, и, по сути дела, сейчас стерилизуется в Минске уже, это некая идея у молодого человека, либо группы, которые не хотели бы отрабатывать, обкатывать, доводить до совершенства. И в последующем уже, если рассматривать как этапность работ, то в Кавокинге предполагается инициация обработки этой идеи. Реконструкция предполагает не только обновление исторических зданий, но и благоустройство прилегающей территории. Пойма речушки юрисдики, которая проходит вдоль парка и впадает в городничанку, уже заполнена специальной техникой. В апреле все строительные работы здесь будут закончены. Появится около сотни новых рабочих мест. К слову, средняя заработная плата в парке высоких технологий на сегодняшний день составляет 2000 долларов США. Алла Вначко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Во вторник прошел Всемирный день без автомобиля. Ежегодно он отмечается 22 сентября во многих странах мира. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Гражданам предлагалось полностью отказаться от личного автомобиля. Водителям предоставлялось право безбилетного проезда в общественном транспорте. Все сделано для того, чтобы хотя бы на один день снизить уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Традиционно в этот день природоохранные организации совместно с ГАИ останавливают автомобили для замера выхлопных газов на соответствие требованиям. Автомобили бывают разные. У каждого свой возраст, цвет, марка и хозяин. Однако все они, выбрасывая в атмосферу после переработки топлива токсины, более или менее представляют опасность для окружающей среды. Гродненская инспекция природных ресурсов совместно с Госавтоинспекцией и областной лабораторией аналитического контроля, сегодня, во Всемирный день без автомобиля, провели необычное мероприятие. После того, как сотрудник ДПС останавливал транспортное средство и проверял у водителя необходимые документы, специалист лаборатории проводил замер выхлопных газов машины на соответствие требованиям. Например, железный друг Геннадия Сушко, хоть автомобиль и не новый, показал отличный результат. Водитель признался нашей съемочной группе. О том, что сегодня Всемирный день без авто, он не знал. Да, если бы и знал, то все равно им воспользовался, ведь его работа далеко от дома, а машина – единственное средство передвижения. Ну, если как на выходном, то бы и нет, а если на работу, то я работаю из-за города, то мне пришлось бы ехать. Водитель вот этой иномарки Надежда Павловская тоже не знала, что сегодня день без автомобиля. Однако подчеркнула, что все личные поездки в хорошую погоду она совершает на велосипеде, так как поддерживает здоровый образ жизни. На машине ездит только на работу, которая находится в другом конце города. Я считаю, что это хорошо, и я буду этого придерживаться. Спасибо, что устраиваете такое. Это хорошо. Я, в принципе, за здоровый образ жизни, за экологию, и поэтому буду придерживаться обязательно. Многие водители остановленных машин знали о Всемирном дне без автомобиля. Однако отказаться от личного транспорта не смогли в силу разных обстоятельств. А те гроднинцы, которые не были проинформированы, отнеслись к замерам выхлопных газов и в целом к международной акции крайне положительно. Гродницкая инспекция совместно с областной лабораторией аналитического контроля в течение часа уже проверяет автомобили на СОЦ и дымность. Проверено более 10 автомобилей. К сожалению, не все граждане, не все водители знают о том, что сегодня проводится данное мероприятие. Но они понимают проблему и постараются в дальнейшем использовать меньший автомобиль в личных целях. Всего за время проведения мероприятия сотрудники госавтоинспекции остановили 24 автомобиля. И ни у одного не было выявлено нарушений. Для замера выхлопов в машинах, работающих на дизельном топливе, использовался вот этот прибор – дымомер. Для бензиновых авто применялся газоанализатор «Автотест». Мы проверяем выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств, работающих на бензине, дизеле и газу. Для этого у нас есть два прибора. Мы меряем дымность дымомером. Это те, которые работают на дизеле, транспортные средства, которые работают же на бензине и на газовом топливе. У нас есть «Автотест». Для работающих на транспортных средств на дизеле это дымность Для работающих на бензине и газу это углеводороды СО, ЦАЖ и оксид углерода СО Мы это меряем Сравниваем, у нас есть основные документы, это 2 СТБ 2169 и 2170 Там указаны нормы, мы их сравниваем и соответственно либо выставляем превышение, либо нет Впервые день без автомобиля провели в Швейцарии более 40 лет назад в связи с топливным кризисом С конца 20 века в акцию включились многие европейские города Беларусь начала вносить свой вклад в общее дело с 2008 года 22 сентября в нашей республике проводятся разные мероприятия и акции Ведь любой, пусть и небольшой вклад, оставленную подъезду автомобиль, посаженное дерево, поднятая бумажка В результате могут дать толчок решению глобальной экологической проблемы Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно Плюс Присоединились ко всемирной акции и дети В 12-й школе уже много лет существует отряд юных инспекторов дорожного движения Ежегодно они проводят мероприятия, посвященные Дню без автомобиля В этот раз ребята устроили парад велосипедов, продемонстрировали свои знания правил дорожного движения и рассказали об участии в международных конкурсах Проведение Дня без автомобиля в основном касается взрослых людей Однако дети тоже решили с пользой провести это время В средней школе номер 12 устроили познавательно-развлекательное мероприятие Здесь прошел парад велосипедов и представление от юных инспекторов движения День без автомобиля в этой школе всегда проводится масштабно Ведь это еще один повод обратить внимание детей на дорожную безопасность Сегодня всемирный день без автомобиля Отрадно, что и средняя школа номер 12 живет по календарю планеты Всем известно, что самая важная ценность для человека – это его жизнь Для нашей школы важно сохранить здоровье детей, укрепить здоровье детей Мы позиционируем здоровый образ жизни, мы позиционируем молодежную инициативу Отряд юных инспекторов движения существует в средней школе номер 12 около 8 лет Ребята постоянно представляют нашу область на местных и республиканских слетах ЮИД Юные инспекторы не только сами изучают правила дорожного движения, но и учат им самых маленьких школьников В школе мы у детей проверяем фликер, рассказываем и показываем играми Как стоит переходить дорогу, как не стоит, что нужно делать на дороге, что не нужно делать на дороге Мне бы не хотелось, чтобы дети гибли на дорогах, это очень трагично И очень приятно, когда ты принимаешь участие и можешь спасти и помочь, может, какому-то ребенку И он сохранит свою жизнь В средней школе номер 12 особенно основательно подошли к популяризации велосипедов Здесь существует своя велошкола, где изучают правила поведения на дороге и даже учатся фигурному вождению Белорусское товарищество «Зеленая сеть» поддержала этот проект и выделила деньги на развитие велошколы Ученики, в свою очередь, предложили молодежную инициативу «Велосипед. Транспорт устойчивого развития», с которой примут участие в республиканском конкурсе Мы принимаем участие в молодежном конкурсе «Инициатив. Цели устойчивого развития, думай и действуй» Наша инициатива нашла поддержку среди учащихся нашей школы, учителей и администрации Цели, которые мы поставили перед собой, это популяризация велосипеда как экономичного, экологичного, недорогого транспортного средства Чего мы ждем от нашей инициативы? Это прежде всего завоевание популярности среди большинства На этом развитие велодвижения в школе не завершится В дальнейшем здесь планируют сделать велостоянку, а также проводить семейные праздники, чтобы родители учеников тоже, хоть иногда, пересаживались на экологичный транспорт Юлия Гасила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. За 15 минут полный прицеп мусора. Настолько загрязненным бытовыми отходами оказался лес в урочище Пушки В день без автомобиля молодые люди из общественной организации «Четвертый регион» решили навести порядок в лесном массиве Тем самым внести свою лепту в сохранение окружающей среды К слову, гродницы такие акции проводят достаточно часто, не только по праздникам Однако, несмотря на то, что неделю назад они убирали эту же территорию вдоль Немана, в день акции там вновь оказались горы мусора Одни мусорят, другие убирают. Очень странное разделение обязанностей Но так в действительности и происходит В нынешний четверг добровольцы из общественного объединения «Четвертый регион» Совместно с городской районной инспекцией природных ресурсов и охраной окружающей среды Решили убрать мусор за нерадивыми гродницами Акция приурочена к дню без автомобиля Решили убрать немножко территорию лесного массива, прилегающую к лесопарковой зоне Пышки Совместно с Зеленстроем, совместно с общественным объединением «Четвертый регион» Провезена уборка территории от мусора Практически целый трактор мы набрали бытовых отходов Мешки наполнялись мусором за считанные минуты Не прошло и получаса, как прицеп трактора тоже был заполнен пластиковыми бутылками И иными следами хорошего отдыха на природе К слову, уборка данной территории здесь же проходила менее недели назад Для молодых людей из общественного объединения «Четвертый регион» Такие уборки не впервой И в этот раз многие из них даже взяли выходной на работе, чтобы помочь нашему городу стать чище Общественное объединение наше занимается продвижением военно-спортивных игр Страйкбол, пентбол, лазертак Но в основном занимаемся страйкболом У нас, как в нашем обществе, то есть еще главный залог – это здоровый образ жизни Мы начали вот с себя Но побегов среди мусора поняли, что среди мусора здорового образа жизни быть не может Поэтому мы вот и решили начать следить за нашим природой, за нашей окружающей средой Рассуждать о высоких материях, о культуре и искусстве гораздо многие А вот быть по-настоящему культурными людьми способны, увы, единицы Наталья Иванченко, Сергей Печерица, новости Гродно+. Далее в нашей программе Щит Союза-2015 Совместное оперативно-тактическое учение Белоруссии и России завершилось От Гродно в нем принимали участие военнослужащие и техника 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады Соревнования на скорость, силу и меткость В нашем городе прошла юбилейная летняя областная спартакиада работников жилищно-коммунального хозяйства Не упусти свой шанс В Гродно состоялась ярмарка вакансий для ранее судимых граждан Заботой о детях Представители Гроднинской табачной фабрики Неман посетили Панимунский детский дом Вручили воспитанникам подарки Подарок для ценителей классической музыки 30 сентября с единственным концертом в Гродно выступит Уральский академический филармонический оркестр Разговор на разные темы, чтение любимых строк, ответы на самые разные вопросы В одной из библиотек города писатели Ирина Шатыренок и Марат Горданов встретились со своими читателями Педагог-фантазер и талантливые ученики Они проходили с 10 по 16 сентября на территории Российской Федерации Западное оперативное командование на учениях представляли 6 и 11 гвардейские бригады Все военнослужащие по итогам отработки боевых действий были награждены специальными памятными медалями Подвижной информационный центр «Автомобиль», находящийся на вооружении 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады На совместных оперативных учениях России-Беларуси «Щит Союза-2015» впечатлил наших соседей Таких центров у российских военнослужащих нет, да и в Беларуси их всего три В этом вагоне размещен печатный станок, позволяющий издавать 10 тысяч копий газет Возможный прием информации посредством спутниковой связи, фото- и видеосъемка с последующим монтажом, теле- и радиотрансляция На учениях подвижной информационный центр работал в полную мощь Целью подвижного информационного центра на данных учениях было обеспечение войск Республики Беларусь печатными изданиями белорусскими Также оказывали помощь нашим российским коллегам, печатали их издания Также занимались видеосопровождением концертов Совместные учения России и Беларуси проходят раз в два года поочередно на территории одной из стран С 10 по 16 сентября белорусские мотострелки, зенитчики и танкисты демонстрировали свое умение на российских полигонах Войска Западного оперативного командования на учениях представили 11-я и 6-я гвардейские механизированные бригады Эшелоны с военнослужащими и техникой последней сегодня вернулись в Гродно О результатах и успехах наших военных рассказал командир бригады гвардии полковник Александр Бас В ходе данного мероприятия личный состав получил большую практику передислокации подразделений на большие расстояния Дальше, при ведении боевых действий, при выполнении учебно-боевых задач совместно с подразделениями и частями вооруженных сил Российской Федерации В частности, ведение маневренной обороны на оборонительных рубежах С поставленными задачами личный состав бригады и подразделения, которые принимали участие, успешно справились Проявив высокий профессионализм, умения, навыки при выполнении учебно-боевых задач За успехи и проявленный профессионализм в учениях как офицерам, так и военнослужащим срочной службы вручили специальные медали 6-я гвардейская отдельная механизированная бригада в совместном белорусско-российском мероприятии «Щит Союза» участвовала в третий раз В 2011 году учения прошли в Российской Федерации, в 2013-м – под Гродно-Нагорском полигоне Через два года учения проведут также на белорусской земле Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. И спорт, и общение, и обмен опытом Более 400 работников ЖКХ Гродничины приняли участие в финальных состязаниях 10-й летней областной отраслевой спартакиады Гроднинская областная организация профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий ежегодно проводит подобные встречи Они помогают не только популяризировать здоровый образ жизни, но и укрепляют корпоративный дух Наш город стал хозяином финальных состязаний 10-й летней областной спартакиады работников ЖКХ Торжественное открытие соревнований состоялось в Центральном спортивном комплексе Неман Всего на старт вышли 30 команд со всех уголков нашего региона В город над Неманом приехало более 400 участников Спортивный праздник открыл председатель Гроднинской областной организации профсоюза Работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков Он пожелал командам честной и бескомпромиссной борьбы Надо сказать, что этот спортивный праздник здоровья сплачивает наши трудовые коллективы Все ждут с нетерпением этой спартакиады, готовятся к ней Я считаю, что это пропагандирует здоровый образ жизни в каждом трудовом коллективе Желаю всем участникам честной борьбы, ну и, как говорится, пускай побеждает сильнейших В Гродно спортсмены соревновались в легкоатлетическом кроссе, гиревом спорте и дартсе По итогам всей спартакиады первое общекомандное место среди коллективов, где работают свыше 550 человек Заняла команда Лицкого городского унитарного предприятия ЖКХ А с численностью до 550 победу праздновали представители Ашмянщины Все участники стартов испытывали спортивный азарт и получили удовольствие от общения с коллегами Победители соревнований награждены кубками, дипломами, памятными подарками и поощрены денежными премиями Спортсменам, завоевавшим призовые места в личных соревнованиях, вручили также медали Юлия Абдрашитова, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Не упустить шанс стать полноценным членом общества предложили бывшим заключенным На базе жеса номер один Ленинского района прошла ярмарка вакансий для людей, которые в прошлом имели проблемы с законом Вопросы с трудоустройством этой категории граждан были всегда, поэтому подобные акции проводятся каждые три месяца Ранее судимым грудницам предложили рабочие места, для которых не требуется специальное образование и квалификация Как найти свое место в жизни? С таким вопросом часто сталкиваются лица, имевшие проблемы с законом Трудоустройство граждан с судимостью всегда актуальная тема Сегодня Ленинский районный отдел внутренних дел совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите Гродненского горсполкома Провели акцию «Не упусти свой шанс» Бывшим заключенным предлагали рабочие специальности На встречу к вернувшимся из мест не столь отдаленных пришли представители ОЖРЭПа, ЖЭСов, спецавтохозяйства Мы проводим такие акции ежеквартально, конечно, все понимают, сейчас очень напряженно на рынке труда, обстановка очень напряженная, поэтому эффективность мы оценим, когда она пройдет и когда мы узнаем о количестве трудоустроенных На сегодняшний день будут предприятия участвовать, мы узнаем, какие они нам вакансии могут предложить, посмотрим, какие специальности наши имеют подучетные и уже будем анализировать, наверное, спустя неделю По словам начальника Ленинского РОВД Василия Найденко, к сожалению, далеко не все безработные этой группы пользуются возможностью трудоустроиться Проблема такая есть, зачастую она связана с тем, что сами ранее судимые лица не горят желанием трудоустраиваться на какую-либо работу Они привыкли и хотят жить на широкую ногу, не работая и еще получать какие-то дивиденды Судя по опыту проведения предыдущих ярмарок вакансий, бывшие осужденные, как правило, с пониманием и благодарностью относятся к проведению таких акций Они готовы найти себе применение в жизни и стать на путь исправления Алла Внучко, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. Для сюрприза повод не нужен Гродненская табачная фабрика «Неман» посетила Панимунский детский дом и устроила для ребят настоящий праздник Сотрудники предприятия приехали не с пустыми руками Они подарили ребятам новый музыкальный центр, а руководству вручили денежный сертификат для приобретения необходимых вещей К слову, Гродненская табачная фабрика каждый год посещает несколько детских домов И лучшая благодарность для сотрудников предприятия – это детские улыбки и горящие глаза Улыбки на лицах детей – что может быть дороже? Особенно если речь идет о детях, которые лишены родительской заботы и ласки Именно поэтому открытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика «Неман» решило приехать в гости в Панимунский детский дом и подарить ребятам праздник Праздник в виде музыкального центра, с помощью которого всегда детки смогут провести интересные вечера Отдохнуть от учебы, от повседневных своих проблем Ну и сегодня, пользуясь случаем, табачная фабрика пригласила деток Панимунского детского дома В наш профилакторий, который на данный момент, в котором идет реконструкция Он будет направлен для деток, чтобы они могли там поиграться, отдохнуть Также взрослые, чтобы хорошо себе могли провести время Представители Гродненской табачной фабрики уверены, что подаренный музыкальный центр станет активно использоваться на различных музыкальных мероприятиях и праздниках Также гости пообещали и в дальнейшем сотрудничать с Панимунским детским домом К слову, Гродненская табачная фабрика ежегодно посещает один-два детских дома и оказывает спонсорскую помощь в виде денежных сертификатов или покупки необходимого оборудования В рамках данного визита приехал и председатель профсоюзного комитета Гродненской табачной фабрики «Неман» Сергей Макаревич Он вручил директору детского дома подарочный сертификат на сумму 3 миллиона белорусских рублей Что касается профсоюзов, то они не остаются без участия к проблемам страны и к нашему будущему А дети этого детского дома являются нашим будущим И мы надеемся, что они все вырастут и станут достойными гражданами Республики Беларусь В Панимунском детском доме проживают 53 ребенка от 3 до 18 лет Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Всех воспитанников и сотрудников детского дома представители Гродненской табачной фабрики «Неман» поздравили с наступающим праздником – 20-летием со дня образования А музыкальный центр и сертификат на денежную сумму стали своего рода подарком к юбилею Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно Плюс Побеседовать на жизненные темы с любимыми писателями предлагает библиотека по улице Белуша Там читатели создали свой клуб под названием 3D Взрослые люди, влюбленные в книгу, периодически собираются вместе, делятся впечатлениями, обсуждают проблемы А также приглашают в гости известных писателей нашего города В этот раз беседа прошла с участием Ирины Шатырёнок и Марата Горданова О секретах творчества и тайнах личной жизни Смотрите в сюжете Аллы Внучко В одной из библиотек города в тёплой дружеской обстановке Гродненские писатели Ирина Шатырёнок и Марат Горданов Читали строки из своих произведений и отвечали на многочисленные вопросы читателей В книжном зале собрались люди взрослые, с богатым жизненным опытом, читающие и размышляющие Поэтому и тем для разговора с почётными гостями оказалось немало Мероприятия для членов клуба 3D для дома души и досуга Членами клуба являются 25 человек пенсионного и предпенсионного возраста Клуб довольно молодой, он действует с апреля 2015 года Мероприятия проводятся ежемесячные, комплексные Обычно их проводят сотрудники библиотеки, обязательно кого-то приглашают Участники клуба 3D расспрашивали гродненских писателей обо всём Ирина Шатырёнок рассказала читателям не только о творческих успехах, достижениях Но и приоткрыла завесу тайны личной жизни Свой круг общения, взгляд на проблемы современности, планы на будущее Гродненская писательница поведала о том, что на протяжении последних 4 лет Вела напряжённую работу над повестью Я 4 года работала над одной повестью, сидела в 1927 году Это событие «Западная Беларусь» довольно-таки очень плохо освещены Потому что в советское время был такой немножко налёт и запрет И я раскопала очень интересные архивные документы И уже вот эту книгу я отвезла её в издательство в Минск И вторая, если дай бог будет здоровье и сил, я продолжу, там уже идёт войну Со слов Ирины Шатырёнок, подобные встречи дают возможность не только высказать своё мнение Но и услышать мудрую мысль в ответ Что не может не отразиться на дальнейшем творчестве писателя В октябре участники клуба 3D вновь соберутся в этом зале На этот раз на откровенный разговор по душам Приглашён гродненский художник Николай Бондарчук Алан Учко, Юрий Дубовик, Новости, Гродноплюс Развить талант у ребёнка с самого раннего возраста В Гродненском детском саду номер 101 уже который год работает своя настоящая дизайн-студия Обучение основам рисования является обязательным в дошкольном образовании Но эта студия отличается от других нестандартными приёмами и креативным преподавателем Татьяна Ханецкая своих воспитанников обучает не только классической живописи Ребята пробуют разные техники лепки, постигают азы декора К тому же дети после окончания садика могут продолжать посещать занятия Постичь премудрости дизайна попытался наш корреспондент Наталья Иванченко За окном идёт дождь, а в дизайн-студии светло и уютно Картон, смятая бумага и газетные листы Все материалы идут в ход, когда дело касается творчества В такой атмосфере руководитель студии Татьяна Ханецкая Взращивает юных художников, скульпторов и дизайнеров Заниматься в её студию приходят дети с 2 до 14 лет Я многим родителям даже советую, если вижу, допустим, дети Потому что, поскольку я уже 15 лет работаю в образовании Занимаюсь с маленькими детьми до 14 лет То я уже вижу, есть в ребёнке потенциал или нет Есть дети, которые чисто графики Есть дети, которые живописцы Есть дети, которые дизайнеры И вот мне уже к 6 годам я приблизительно уже вижу Кто в чём может дальше развиваться Я предлагаю родителям Многие, конечно, соглашаются, потому что им интересно это И если видят желание, что ребёнок способен работать И хочет заниматься именно изобразительным искусством Творческо себя развивать Поэтому, да, они приходят и я дальше их развиваю уже сама На такого удивительно творческого педагога Стараются быть похожи и воспитанники Десятилетнюю Арину Грейс привела в студию мама ещё совсем маленькой Но в том, что у девочки уже тогда были творческие задатки Сомнений не было ни у кого У неё прекрасное чувство цвета Чувство композиции Очень так достаточно развито Но, в принципе, я ей тоже тут помогаю Это как-то скомпоновать Чтобы из этого получилась какая-то некая творческая работа Красивая, достойная И она очень трудоспособная Что очень важно Хотя говорят, изобразительное искусство пришёл и порисовал Но это не так Здесь очень нужен тоже труд Даже эмоциональный где-то Потому что всё это на эмоциях рисуется Это всё очень проигрывается через внутренний мир И ребёнка проходит Поэтому это тоже работа внутренняя Арина развивается в разных направлениях Пробует себя во многих техниках Ей всё интересно Работы юной художницы неоднократно выставлялись в детском саду и в школе А впереди ещё столько непокорённых высот Мне очень нравится рисовать цветы, пионы, розы, закаты солнца Природа, пейзажи, матерморт бывает Я, когда вырасту, хочу стать либо дизайнером, либо архитектором Важную роль в творческом развитии Арины играют родители Которые всячески поощряют увлечение дочери И, разумеется, не остаются в стороне старания педагога Татьяна Викторовна развивает своих воспитанников всесторонне Это не просто классическая живопись А рисунок с элементами декора и лепки И если уж в студии рисуют То непременно с использованием нетрадиционных методов, техник и приёмов Поэтому неудивительно, что у талантливого педагога и ученики талантливые Наталья Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. И, подводя итог недели, сообщаем хорошую новость для оценителей классической музыки Со следующей недели в Беларуси стартует 10-й международный фестиваль Юрия Башмета В рамках этой крупномасштабной культурной акции На сцене Гродненского областного драматического театра Единственный концерт в нашем городе даст Уральский академический филармонический оркестр В следующую среду, 30 сентября, в 19.00 Всех ценителей классической музыки двумя громкими премьерами Порадует главный дирижер оркестра, народный артист России Дмитрий Лис А также солист Игорь Фёдоров Примеры концерта для симфонического оркестра «Граждане города Кале» Беларусского композитора Олега Фходоска Примеры пьесы Ольги Викторовой «Лазорьевы дракон» Концерт для кларнета с оркестром Малькольма Арнольда И сюдито номер 3 «Соль мажор» Сочинение 55 Петра Чайковского Все это прозвучит впервые не только на Гродненской сцене, но и в Беларуси Оркестр уже давным-давно признан жемчужиной России, жемчужиной, жемчужинным коллективом, которым участвуют более ста артистов Оркестр живет и радует зрителей уже 79 лет, записал более 20 дисков, побывал в более чем 20 странах Оркестр есть свой фестиваль Мероприятие данное у нас на нашей сцене проходит в рамках юбилейного 10-го фестиваля Юрия Большмета Который будет проходить в эти дни в Минске И приезд такого уровня коллектива, как в Минск, так и в Гродно Это огромный подарок, это огромная радость для зрителей, для ценителей именно классической музыки Такая уходящая неделя запомнилась нашим корреспондентам Служба информации будет и дальше следить за обстановкой в городе Будьте в курсе новостей с телеканалом Гродно Плюс Посмотрели события недели, приятных выходных, до встречи и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok